Сотрудник полиции это не просто человек в погонах, это прежде всего честный, ответственный и верный своему делу человек, который не побоится противостоять тем, кто нарушает законы. Здравствуйте, это Дзержинского 102, программа о работе полиции и жизни полицейских в студии Екатерина Сегеда. И вот главная тема выпуска. Позарился на черное золото. Жителя Степновского района взяли под стражу за незаконную перекачку нефти. Выпил и поехал за приключениями. В Ставрополе задержали пьяного угонщика. Самый народный участковый. Подведем итоги второго этапа конкурса среди стражи порядка. Как не стать жертвой угонщиков? Эксперты дадут несколько советов. Начнем с оперативной сводки. Узнаем, с какими преступлениями и происшествиями пришлось столкнуться стражам порядка на прошлой неделе. Об этом в рубрике «Оперативка» расскажет моя полицейская коллега из краевого главка МВД Светлана Сухорукова. Добрый день, Катя. Вот о чем я расскажу вам сегодня. Подозреваемого в хищении более 100 тонн нефти задержали полицейские из Ставрополья при поддержке коллег из МВД России. Фигурантом уголовного дела стал житель Степновского района. Само же преступление было совершено на территории соседнего Буденновского района. Вступив в преступный сговор с группой лиц, злоумышленники осуществили незаконную врезку в нефтепровод и перекачали в спрятанную под землей емкость по самодельной 300-метровой системе трубопроводов более 100 тонн нефти. После проведения комплекса мероприятий оперативники задержали одного из подозреваемых и доставили его в отдел полиции, где он дал признательные показания. В отношении гражданина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сумма ущерба причиненного ресурсодобывающей организации составила около 3 миллионов рублей. В Кировском городском округе полицейские пресекли деятельность наркопритона. В ходе отработки оперативной информации сотрудниками полиции установлено, что 52-летний житель Новопавловска предоставляет свое домовладение наркозависимым гражданам для изготовления и потребления наркотических средств. За свои услуги мужчина получал денежное вознаграждение, а также наркотические средства для личного употребления. При осмотре домовладения изъяты предметы со следами наркотических средств, используемые для изготовления наркотиков, что подтвердило проведенным исследованием. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту организации либо содержания притонов или систематического предоставления помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В Петровском городском округе возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Местный житель обратился в полицию с заявлением о повреждении автомобиля, принадлежащего его супруге. Участковые и уполномоченные полиции выяснили, что к совершению преступления причастен сосед заявителя. 26-летнего мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном. Молодой человек на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к соседу повредил железной битой окна и наружное боковое зеркало заднего вида автомобиля. За умышленное уничтожение повреждения чужого имущества в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции в Железноводске разыскали подозреваемую в краже декоративных деревьев. В отдел полиции Железноводска поступило заявление о краже от жительницы поселка Иноземцево, которая сообщила, что с ее приусадебной клумбы неизвестная женщина выкопала саженцы хвойных деревьев. Реализовав комплекс мероприятий, изучив материалы с видеокамеры, полицейские установили личность гражданки. Ею оказалась 68-летняя местная жительница, которая пояснила, что выкопала насаждения, растущие возле частного домовладения, уложила их в багажник своего автомобиля и скрылась. В саженце она намеревалась растить и дальше, но на своем приусадебном участке. Похищены хвойные деревья, изъяты и возвращены хозяйки. А в отношении женщины органами дознания возбуждено уголовное дело по статье кража. Проблема пьяных водителей, к сожалению, не теряет актуальности. Некоторые жители края после застолья решают прокатиться с ветерком, а иногда даже не на своем автомобиле. Так ночью на одной из улиц Ставрополя сотрудники ГИБДД заметили подозрительную машину. На их требование остановиться водитель 99-й только увеличил скорость. Началась погоня. Лихач, нарушая правила, пытался уйти от преследования, пока не врезался в припаркованное авто. За рулем оказался 25-летний мужчина. Он был не трезв. Позже выяснилось, что машину парень угнал, а прав у него нет. Отделаться только штрафом не получится. Нарушителя приговорили к аресту на 15 суток и возбудили уголовное дело по статье угон. В целом же за неделю дорожная полиция остановила более 200 нетрезвых водителей. На 18 из них заведено уголовное дело за повторное вождение в пьяном виде. Проблема кражи автомобилей становится все более распространенной. С начала года зафиксировано 350 таких преступлений. Машины угоняют для перепродажи и на запчасти. Ставропольские полицейские всерьез обеспокоены. Какие марки автомобилей в зоне риска и как защитить свой транспорт от злоумышленников? Ответы в следующем материале. Угоны авто все чаще попадают на видео. Интернет-пространство пестрит ужасающими кадрами. Действуют злоумышленники не только в одиночку, но и целыми группами. Угоняют наиболее ходовые марки, которые легко продать на вторичном рынке. Но и дорогостоящие машины тоже на прицеле у похитителей. Элитные авто разбирают на запчасти. Недавно в Ставрополе задержали целую банду угонщиков. Мужчины похищали автомобили с помощью специального устройства, которое сканирует сигналы ключей и запуска двигателя. Затем меняли номера, перегоняли транспорт и разбирали. Общий ущерб от их злодеяний более 8,5 миллионов рублей. Все соучастники задержаны, содержатся под стражей. Преступления, совершенные указанными лицами, относятся к категории тяжких, за которые предусмотрено оказание до 10 лет лишения свободы. С начала года в край зафиксировано 350 краш автомобилей. Нередко виновниками становятся сами владельцы транспорта. Забывают закрывать, надолго оставляют без присмотра. Наиболее угоняемые машины являются отечественного производства с годом выпуска 2016-2017 года. Чаще всего автомобили угоняют в ночное время с часу ночи до 6 утра. Мы обращаемся к водителям не оставлять свои транспортные средства на неохраняемых автостоянках, особенно в спальных районах. Есть много надежных способов защитить свой транспорт. О них не понаслышке знает Алексей. Мужчина более 20 лет работает с охранными системами для автомобилей. Его многолетний опыт доказывает, дорогую машину украсть намного легче и быстрее, чем бюджетную. Существует как первичное средство авторизации, то есть это метки охранных систем, без которых нельзя снять машину с охраны, нельзя начать движение. И также существует вторичная авторизация, которая реализуется посредством ввода пин-кода на штатных кнопках автомобиля. То есть именно это актуально для женского пола. Для удобства водителей разработаны специальные мобильные приложения защитных систем. С их помощью можно дистанционно открыть машину, окна, завести ее. Правильно построенный охранный комплекс не позволит угонщикам отсканировать сигналы, завести машину и даже просто вскрыть. Завершился второй этап конкурса «Народный участковый». Напомню, голосование проходило на официальном сайте краевого главка МВД. Результатом уверенную победу одержал Ислам Алиев, участковый из Буденновского района. За него проголосовало более 1700 человек. Теперь он представит наш регион на третьем всероссийском этапе. А мы пока познакомим вас с лучшим участковым Ставропольского края. Ислам Алиев родился и вырос в селе Проскавея. Еще в школе он понял, быть полицейским – его призвание. Получив аттестат, он поступил на юриста в Дагестанский государственный университет. Понравилась вот эта профессия юриста, тем более работать в правоохранительных органах, быть полезным и нужным людям, населению. Мне нравится общение с людьми, и как бы участковые. Это непосредственное звено между населением и правоохранительными органами. И мы как бы являемся лицом полиции. И как бы нужно оправдывать это доверие, оказанное нам. В органах он с 2008 года. Начинал с сотрудника ППС. На должности участкового уже более четырех лет. В зоне его обслуживания село Орловка, где живут около четырех тысяч человек. Где бы он ни был, где бы чего-нибудь сюда спрашивать, как дела, чем помочь, как это здоровье, всегда спрашивайте. С участковым нам повезло. Он человек очень хороший, всегда доступен. Когда нужно, мы его вызываем сюда, приедет и помогнет, разберется в ситуации. Ну вот так-то. Другого нам участкового не надо было. За годы службы исламу неоднократно вручали награды. Среди особо ценных – медали за службу на Северном Кавказе, за ратную доблесть. Участнику контртеррористических операций на Северном Кавказе. Но, как делится сам победитель, главное – спокойная жизнь граждан. Боремся, чтобы было меньше правонарушителей, меньше преступлений. Профилактика в первую очередь. Работаем в этом направлении, чтобы было как можно меньше. Ислам Алиев теперь представит Ставропольский край на федеральном этапе конкурса «Народный участковый». Претендентов на это звание из всех регионов страны ждет онлайн-голосование. Госдума на днях приняла закон о лицензировании автобусных перевозок. Он вступит в силу уже в новом году. А пока сотрудники ГИБДД края начали рейды по проверке междугородних автобусов, которые перевозят пассажиров по федеральным трассам. Особое внимание уделяли наличию необходимых документов, ремне безопасности, техническому состоянию транспорта, а также самочувству и водителей. Стражи порядка побеседовали и с пассажирами на тему безопасности во время переезда. За первый день мероприятия проверены десятки автобусов. В некоторых найдены нарушения. Не было ремней безопасности. Один из водителей долго не отдыхал. На сегодня это все. Если вам понадобится помощь полицейских, звоните по номеру 02 с городского телефона, 102 с мобильного и 112 вызов всех экстренных служб. Новые факты из жизни полиции ровно через неделю. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго. Новые факты из жизни. Новые факты из жизни.